Казанский федеральный университет посетила делегация Израиля. В КФУ планируется возродить центр иудаики. Это наша специальная цель. QR-коды уже в Татарстане. С какими ограничениями столкнулись казанцы? Ну что значит заточать? Вот у нас больше года назад закончился период самоизоляции, когда мы все вместе сидели. Через некоторое время появились вакцины, и любой человек мог вакцинироваться так, как ему это необходимо. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Альбина Гельманова. 11 октября в Татарстане объявлено Днем Траура. Авиакатастрофа в Татарстане под Мензелинском унесла жизни 16 человек. В числе погибших второкурсница Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Ксения Самигулина. Сообщество Казанского федерального университета выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Казанский федеральный университет посетила делегацию во главе с полномочным министром-заместителем главы дипломатической миссии посольства Государства Израиль в Российской Федерации господином Ронаном Краусом. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. В рамках визита гости посетили музей истории Казанского университета. Экскурсию провел советник при ректорате по международной деятельности Ленар Латыпов. Далее слушатели проследовали в императорский зал, а затем в мемориальную ленинскую аудиторию. Вчера мы общались с еврейской общиной и узнали, что в Татарстане представители разных национальностей живут в согласии, что между президентом Республики Татарстан и еврейской общиной налажены хорошие отношения. Это большая честь для республики и для нас, что такие проекты создаются вместе. Напомним, что в КФУ планируется возразить центр иудаики, и представители посольства Израиля будут принимать активное участие в его воссоздании. Затем гости отправились в отдел рукописи и редкий книг в научной библиотеке имени Лобачевского, где заведующая отделом библиотеки Эльмира Мирханова продемонстрировала бесценные экземпляры книг, а также уникальный список Торы середины 17 века. Отметим, Тора – это главная священная книга иудеев. В иудаизме первая часть еврейской библии. Конечно, они оценили то, что для них была подобрана специализированная литература. Они, конечно, очень интересовались, многие издания для них были открытием. Так что я думаю, что наш университет смог открыть для них новые страницы. И, конечно же, это благодаря многочисленным научным школам, которые в нашем университете складывались с начала его основания. Далее гости проследовали в Институт международных отношений Казанского университета, где Ронен Краус выступил с лекцией «Россия-Израиль. 30 лет восстановления дипломатических отношений на английском языке». Еще одну лекцию «Общественная дипломатия на русском языке» прочитал пресс-атташе, первый секретарь посольства государства Израиля в Российской Федерации Рами Теплицкий. Елизавета Никитина, Александр Гузнецов, Универ-Ньюс. IT-лицей Казанского федерального университета вошел в топ-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills. Республика Татарстан заняла второе место по количеству у лауреатов в этом рейтинге. Данный рейтинг составлен впервые. Он нацелен на повышение мотивации учебных заведений принимать участие в мероприятиях WorldSkills, а также увеличение количества участников движения. Снова ограничения. Куда можно, а куда нельзя сходить с 11 октября без QR-кода в Татарстане. Расскажем в следующем сюжете. Казанцы жалуются на очереди в торговых центрах. Скорее всего, это связано с новым постановлением правительства Татарстана. Речь идет о новых антиковидных мерах, а именно о введении QR-кодов. Без действующего QR-кода о прививке или о перенесенном в течение последнего полугода заболевании не пустят в кафе, ресторан, столовую и даже в маленькую кофейню. Подобные ограничения с QR-кодами могут очень сильно навредить бизнесу, я бы сказал, даже убить, потому что выручки предположительно упадут до 80% у разных сверху. Именно в общепитии мы предполагаем падение до 70%. На мой взгляд, оптимальным кажется сокращение посадочных мест в два раза и возвращение к прежним требованиям. Без сертификата о вакцинации против коронавируса с понедельника можно будет посетить любой продуктовый магазин, если он не находится в торговом центре. Банки, аптеки, почту, библиотеки, бани, прачечные и парикмахерские. Можно пользоваться общественным транспортом. В гостинице-отеле могут заполнить все номера лишь в том случае, если все сотрудники вакцинированы от COVID-19. Исключением является лишь справка с медицинскими противопоказаниями. В противном случае гостей можно будет заселить лишь в половину номеров. Половина посадочных мест в кино, театрах, цирке и на концертах должна быть свободна. При этом на мероприятии может находиться не более 500 человек. Также вводится режим обязательной изоляции для татарстанцев старше 65 лет, которые не вакцинированы против COVID-19 или не перенесли в течение последних 6 месяцев заболевания. Люди находятся в группе риска, а пожилые люди в отношении коронавирусной инфекции, они сразу находились в группе риска. Это было известно с самого начала. Они должны были в первую очередь просто бежать для того, чтобы защитить себя. Контроль за соблюдением новых ограничений ведут сотрудники полиции и еще 12 ведомств Татарстана. Напомним, что за подделку документов о вакцинации и медицинских справах грозит административная и уголовная ответственность. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Казанский федеральный университет посетила делегацию посольства Литовской республики. Во время встречи стороны обсудили вопросы международного сотрудничества Казанского университета с вузами Литвы. Конечно, символом стало то, что Литва в этом году празднует год литовских татаров. Студенты КФУ совместно с Министерством лесного хозяйства приняли участие в масштабной акции по охране лесных массивов. О том, как прошла посадка леса, расскажет наш корреспондент Роберт Хасанов. Обычно студенты проводят утро выходного дня дома, в теплой и уютной кровати. Но только не люди вокруг меня. В это солнечное, но довольно прохладное утро студенты-экологи Казанского федерального университета принимают участие в масштабной посадке деревьев. В этот раз студенты Института экологии и природопользования посетили Высокогорский район. Учащиеся занялись облагораживанием хвойного леса. Для того, чтобы деревья, которые посадили экологи, выросли, должно пройти более 15 лет. Мы в течение, по крайней мере, последних 10 лет принимали участие в посадке деревьев в Высокогорском районе, в Лаишевском, в Пепестерчинском. И поэтому для нас это дело уже обыденное. Но мало того, чтобы посадить лес, нужно его еще вырастить и сохранить. Такая посадка леса является частью процесса лесовосстановления. Это выращивание лесов на территориях, которые подверглись различным разрушительным факторам. Лесовосстановление применяется для создания новых лесных насаждений или улучшения состава древесных пород в уже существующих. У большинства населения очень хромает, я бы так сказал, экологическая этика. То есть, если вы идите в лес, то можно найти мусор и прочее, прочее. Поэтому студенты наши еще принимают участие и в уборке территории леса. Это уже в отпалении Министерства экологии. Всего в посадке леса приняли участие более 200 человек. Это один из самых высоких показателей за последние несколько лет в рамках кампании Министерства лесохозяйства. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается фестиваль студенческого творчества «День первокурсника КФУ-2021». На этот раз свои конкурсные программы представили Химический институт имени Бутлерова и Институт международных отношений. В Елабужском институте прошло мероприятие, направленное на деятельность научных кружков. Подробнее об этом в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялась презентация студенческих научных кружков. Руководители кружков и студенты-активисты со всех отделений рассказали о своей деятельности, а также о результатах и достижениях. Это клуб для иностранных студентов. Называется он «О русском на русском интересно». Вся деятельность направлена на то, чтобы отрабатывать артикуляционные орфоэпические навыки, расширять словарный запас и активный, и пассивный, отрабатывать грамматические нормы и синтаксические конструкции. Наш кружок называется «Школа экскурсоводов». Ежегодно мы проводим до 40 экскурсий для гостей университета. Но для того, чтобы эту экскурсию подготовить, каждый студент занимается серьезным научным исследованием. Тематика кружков охватывает все научные направления вуза. Педагогическое, экономическое, историческое, физкультурно-спортивное, инженерно-техническое и другие. Всего в Елабужском институте на сегодняшний день функционирует 20 научных объединений. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. В студии была Альбина Гельманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова